Всем привет, друзья! С вами Хелен Ши. У меня для вас есть две новости. У меня появился вот такой прекрасный микрофончик. И я начну записывать для вас искусственные новости вот в таком формате. Я буду рассказывать вам о современных художниках, которые мне нравятся, и о которых я бы хотела рассказать. У меня уже была серия искусственных новостей, передач. В общем, попробую сделать что-нибудь более интересное. Также у меня еще одна новость. Это то, что у меня не появилось кота, но у меня появился вот такой вот друг. Кстати, имя никак не можем придумать. Если вы хотите, напишите в комментариях под этим видео имя вот этой собачки. Она сегодня здесь неспроста. Я буду вам рассказывать про художника английского. И вот у него есть серия картин, где он рисует своих любимых такс. Но об этом попозже. И еще одна новость. Буквально только что, когда я начала записывать видео, пришла посылочка. Вот такая вот баночка. Один килограмм диосида ди-титана. Это титан. Если вы знаете, краски масляные белила состоят из диоксида титана. И я решила, почему бы не заказать этот диоксид титан в интернете. И не сделать самой масляной краски в виде белила. Потому что белила, насколько мы знаем, это самый-самый, что ни на есть, расходуемый материал. Если вам будет интересно, как я это буду делать, сколько стоит эта штучка, где заказать, я вам сниму видео. Тоже пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а сегодня я вам буду рассказывать про одного известного современного художника, который, на мой взгляд, заслуживает свое внимание. И вы должны о нем знать, потому что мы все-таки современные художники. И должны видеть своих коллег, которые здесь и сейчас вместе с нами творят. Зовут этого художника Дэвид Хокни. И я считаю, на мой взгляд, это один из самых успешных, а также талантливых и прекрасных художников нашего современности. В данный момент ему 83 года, но он также все творит, создает, рисует. Чем же он так известен, почему он прославился и чем он цепляет меня, да, скажем так. В общем, совсем недавно он стал одним из самых продаваемых художников современности. Если мы знаем, Пикассо был самым продаваемым художником, но Дэвид Хокни стал самым продаваемым художником ныне живущим. То есть живет здесь и сейчас, в наше время творит и стал самым продаваемым. Он продал известную картину свою, она огромная просто. Картина называется «Бассейн с двумя фигурами». Кто не видел, посмотрите здесь, либо можете зайти в интернет, так и забить. Дэвид Хокни и две фигуры у бассейна. Это очень знаменитая картина. Она большая, интересная. И, в общем, он ее продал на аукционе современного искусства Кристи в Нью-Йорке за рекордную сумму 90 миллионов 300 тысяч долларов. Это огромные деньги. Хокни является прародителем, если можно так назвать, представителем поп-арта. Мне нравится это направление. Я, как и Энди Уорхола, да, очень люблю, так и этого художника Хокни. Я считаю, что это направление современное, действительно. Прекрасная подача. Картины сочные, яркие. Дэвид очень любит изображать своих, вот, собачка, кстати, своих прекрасных собачек. У него есть две таксы. И у него есть целая коллекция, где он изобразил своих такс, которые спят, лежат, играют. Посмотреть тоже очень интересно. У Дэвида нет, к сожалению, инстаграма. Но у него есть свой собственный хэштег, который ему сделали, может быть, кто-то почитать или любить, или, может быть, он сам. Но под этим хэштегом в инстаграме вы можете зайти, он так и называется, Дэвид Хокни. И посмотреть все его работы, а также фотографии его личной жизни. Да, у него жена тоже, по-моему, художник. В общем, очень интересная личность. Да, у него есть награды, медаль прогресса Королевской фотографического общества он получил. Также он стал первым лауреатом императорской премии в Японии и является членом британской, имеет британский ордер заслуг. Напомню, что Дэвид Хокни является английским художником, который переехал в 63 или 68 году в Америку. И там продолжил свое развитие не только в живописи, он еще и фотограф, дизайнер и занимается графикой. В общем, достойный, на мой взгляд, художник, о котором я хотела вам сегодня рассказать. И хочу, чтобы вы посмотрели, изучили его биографию, посмотрели его работы, может быть, вам что-то понравится. И вообще, в целом, когда вы меня спрашиваете, Елена, вот что сейчас продается, да, что покупается? На мой взгляд, как раз-таки надо изучать современных художников, чтобы понять, какая живопись сегодня актуальна. И понятное дело, что надо иметь громкое имя, наверное, да, чтобы продать за такие деньги картину. Но в любом случае, чтобы понимать рынок живописи, что у вас требовано, что продается, что покупается, надо, конечно, следить за мировыми искусственными новостями и изучать современное искусство. Тогда вы будете в ногу со временем, и ваши картины найдут отклик у современного почитателя. Желаю вам это, и хочу, чтобы, конечно, наши картины, которые мы пишем, успешно продавались и находили своих любителей. Ну что, с вами была Хелин Ши. Мои искусственные новости, скорее всего, также будут выходить раз в неделю. Если вам понравится этот формат, пишите, конечно, мне комментарии, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А также я хотела бы, чтобы вы написали... О ком бы мне в следующем раз рассказать вам и поведать. Ну, если мне понравится этот художник, я обязательно о нем расскажу. Ну что, до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok